Всем привет! В этом ролике мы будем делать регулируемый блок питания, но не с двумя степенями понижения, а с одной. Ролик получился очень большим, так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Просматривая кучу видео про лабораторные блоки, я всегда видел одно и то же. Сначала стоит простой блок питания, который понижает сетевое напряжение до определенного уровня. А за ним ставят DC-DC преобразователь, который уже и производит регулировку тока и напряжения. И тут я подумал, почему бы не сделать регулировку прямо по высокой стороне, и таким образом уменьшить размеры и увеличить КПД. Но не все так просто. В ходе построения я столкнулся с кучей проблем. Удалось побороть почти все. Осталась одна, хоть и незначительная, но проблема. Именно поэтому я сделал плату методом лут, а не заказывал ее у китайских производителей. А значит данный проект сможет повторить любой желающий. Однако обо всем по порядку. Итак, начнем с самого начала, с идеи. Она была простая. Нужно сделать достойный блок с минимальным количеством деталей. В первую очередь я начал искать схожие решения в интернете. Что-то похожее нашлось на сайте Радиокод. Но на мой взгляд деталей в этой схеме очень много. Зачем использовать два наружных операционника, если у TL494 есть два своих? Но если использовать операционники TL494, то ее нужно переносить на низкую сторону. В общем непонятно. С такими мыслями я ушел спать. А на утро в голове родилась вот такая схема. В принципе все должно было работать. Быстренько была нарисована и изготовлена печатная плата. И вот тут я наступил на грабли. Все из-за непонимания принципа работы пушпульной схемы. Блок стартовал, но при попытке уменьшить напряжение, я получал ужасный писк. И перегрев транзисторов. Странно, очень странно. Я не знал, что это такое. Поэтому стал щупом осциллографа на затвор транзистора. И увидел вот такую картину. На поиск проблемы я потратил почти месяц. Потом сдался и пошел просить помощи на форумах. Вот тут-то и обнаружилось непонимание. Оказывается в пушпульной схеме во время дэттайма некуда деваться накопленной энергии ТГР. Решений было несколько. Или дополнительно нагружать обмотки ТГРа, или делать другую схему управления. Выбор пал на второй вариант. Саму схему подкинул участник форума под ником Телекод. После изготовления очередной платы все завелось. Импульсы красивые, нагрева почти нету. Снабер по первичке справляется отлично. Хоть и греется, зараза. Но как я и говорил, появилась проблема, которую я до конца не поборол. Это писк на низком напряжении. Все дело в том, что когда на выходе установлено напряжение от 0,6 до 2,5 вольт, управляющим импульсом просто некуда уменьшаться. И микросхема начинает их пропускать. Следовательно, понижается частота, и мы начинаем слышать, как работает блок. Это по сути не страшно. При таком заполнении насытиться сердечник вряд ли сможет. Но нужно решать проблему. Какие же есть варианты решения? Самое простое, это установить резистор в нагрузку. Но у нас же регулируемый блок, и поэтому при напряжении в 30 вольт он может просто перегореть. Решение номер два. Уменьшить количество витков дросселя. Таким образом, он будет меньше накапливать энергии. И, следовательно, импульсы должны возрасти. На данном решении я и остановился. Но это так называемый костыль. Есть решение гораздо лучше. Я бы его с радостью использовал, просто мне лень было уже в пятый раз переделывать плату. Решение это называется динамическая нагрузка. Она позволяет задать один и тот же ток потребления, при низком и высоком напряжении. Это вам пища для размышления, а я перехожу дальше. Конечная схема выглядит таким образом. Тут у нас в квадратике дежурка. Ее можете сделать любую. Я использовал дежурку из недавнего ролика, так как она простая и надежная. На дежурке не будем задерживаться, а перейдем к основной схеме. Как видим, деталей очень мало, а функционал полноценного блока питания. Принцип работы очень прост. Дежурка дает нам питание для TL494. Она начинает формировать импульсы, которые поступают на TGR. Сам же TGR гальванически отвязывает низкую сторону от высокой. Импульсы с TGR поступают на затворы транзисторов в противофазе. Ну а дальше стандартная схема полумоста. Выпрямленное напряжение трансформатора идет напрямую к делителю напряжения усилителя ошибки ТЛК. На втором входе усилителя ошибки расположен регулируемый делитель напряжения, с помощью которого мы и задаем выходное напряжение. Точно так же работает и ограничение по току. Второй операционник ТЛК подключен после шунта. Он измеряет падение напряжения на нем. И как только оно превысит заданный уровень, выходные импульсы начнут уменьшаться, поддерживая стабильный ток. Думаю, с принципом работы разобрались. Теперь предлагаю приступить к изготовлению. Рисуем печатную плату. Как я уже говорил выше, это пятый вариант разводки. Так что можете представить, сколько сил было потрачено на создание этого ролика. Вот в этом месте у меня на плате установлено управление кулером по температуре. Вы же можете переделать плату и сделать, чтобы кулер вращался постоянно. А сюда поставить динамическую нагрузку. Это уже на ваш выбор. Так как это опытный образец, поэтому заказывать плату в Китае не стал. Но если у вас появится такое желание, то можете переходить на сайт OPCB и заказывать себе фабричное производство плат. Сам не первый раз пользуюсь услугами данной компании и остался доволен конечным результатом. Все ссылки найдете в описании под роликом. Изготовил плату, запаял ее и теперь начинаются моточные работы. Как делать дежурку показывать не буду. Это есть в отдельном ролике. А начнем мы, пожалуй, с дросселей. Входной дроссель защищает сеть от шума, издаваемого самим блоком. Мотаю на вот таком ферритовом кольце, проницаемостью 2000. Диаметр 22 мм. Два по 10 витков проводом 0,5 мм. Выходной дроссель. Тут пришлось шаманить. В самом начале у меня было около 15 витков миллиметрового провода, сложенного вдвое на кольце из порошкового железа Т106-52. Но в итоге их пришлось снизить до 7. И тогда писк почти полностью пропал. Дальше изготовим ТГР. Я использовал вот такой каркас. Е-образный сердечник Е16. Но с таким же успехом можно намотать и на кольце. Материал сердечника феррит. Проницаемость 22200. Рассчитываем ТГР с помощью программы старичка. Нам известно входное напряжение. На выходе хотим получить 12-15 вольт. Схему управления выбираю мост, так как к обмотке будет приложено все напряжение, а не половина, как в полумосте. Для улучшения магнитной связи первичку в ТГР разделил на две части. Половина в самом низу, а половина поверх вторички. Саму вторичку мотаю в два провода рядом. Таким образом мы избежим перекоса напряжений. Одной из проблем тут является фазировка. Нужно четко распределить начало и конец обмоток. Соответственно с точками на плате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Теперь осталось намотать основной трансформатор В первом варианте я рассчитывал его на 36 вольт И писк был уже аж до 5 вольт Поэтому пришлось перемотать трансформатор на 30 вольт выходного напряжения Плюс запас для стабилизации Процесс намотки трансформатора несложный Также делим первичку на две части, а вторичку между ними Стараемся мотать виток к витку без нахлестов Таким образом мы повышаем добротность трансформатора Изолируя обмотки с помощью майларовой ленты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот и все, запаиваем моточные изделия на плату И наш блок готов Проведем пару тестов Подключаем мультиметр к выводам блока И начинаем регулировать напряжение Как видим тут все отлично Теперь подключим нагрузку В нашем случае это лампа накаливания на 36 вольт 100 ватт Также прогоним во всем диапазоне напряжений Как видим блок справился отлично Попробуем ограничивать ток Для этого вращаем второй потенциометр И как видим регулировка тока тоже работает исправно На данном варианте платы установлен термоконтроль Проверим его работу Для этого к плате подключаем кулер И начинаем нагревать наш термистер с помощью фена Как видим при достижении определенной температуры Кулер включился и начал охлаждать плату Подводя итоги можно сказать Что данный блок не идеален И его лучше использовать как зарядку Или питание для неприхотливых схем Хотя в целом я остался доволен Спасибо, что смотрите И до новых встреч